Коллеги, доброго утра! Ну что, хороший день! Нужно встречать, конечно же, на острове Татышев. Сегодня мы здесь не просто бегаем за теми, кто бегает, а приехали мы сюда поиграть в русскую лапту. И, собственно, вот команда такая с утра собралась. Я не одна здесь, ребята. Давайте знакомимся. Павел, Мирон, Мария и Анна. Ребят, доброе утро! Ну, давайте, прежде чем начнем играть, русская лапта, название уже говорит само за себя. По-настоящему русская все-таки, наша? Конечно, в нее играли все время наши русские люди, которые любили и ударить хорошо, и пробежаться, и кого-то выбить. Ну, насколько это в Красноярске развито все-таки? Я знаю, что ребята есть те, которые собираются здесь каждый вечер, играют и зовут еще всех своих друзей. Конечно, когда погода хорошая, мы любим прийти дружно. Поиграем, наверное, человек по 20, бывает по 40. Если день хороший, выходной, никто никуда не уезжает, то приходит много команд, даже группа поддержки уже есть. Вот, мы выставляем команды на разные соревнования, которые проводит федерация лапты в городе Красноярске. А лапта такая, федерация такая есть, и она довольно-таки популярна среди молодежи. Ну, давайте, вот понятно, что шар и, как это все называется, бита? Да. Кроме бита и меща, ничего не нужно. Давайте покажем, как это все делается. Как нужно наносить удар. Так, сейчас никого не ударьте. Как это все? Вообще, правила какие? Я побежал. Вот так он ударил, побежал, не рассказать нам о правилах игры. Анна, расскажите хотя бы вы нам. Ну, правила здесь, на самом деле, очень многозначительные, потому что есть линия старта, от которой обязательно нужно не переступить, когда перебиваешь и забиваешь мячик. А есть линия аута. Если мячик попадает от линии старта до линии аута, то, ну, бежать нельзя. То есть, получается, в лапте попали. Суть в чем? Ты сам бросил, сам побежал. Да, то есть, тебе подкидывает человек из противоположной команды, то есть, что стоит в поле. Обычно там набирается команда. Ты подкидываешь тебе мячик, ты его ударяешь, бежишь. Тебе нужно убежать за дальнюю линию аута и там стоять. Если вдруг поймала противоположная команда мячик, она может тебя этим мячиком выжечь, пока ты бежишь. Если ты добежал, и ты в безопасности, тебя никто не выжил, то ты можешь остаться там, либо побежать обратно, если ты видишь, что команда, которая стоит в поле, так, ну, и не думая тебя выжили. В общем, ничего не поняла, ладно, будем играть. Сколько человек должно быть в команде? Ну, вообще, средний человек, это, наверное, 5-6, ну, для хорошей такой игры. Но, я думаю, главное желание, и тут уже все рамки открыты, хоть 15, хоть 3. Ну, вообще, девушки любят играть в луну? Кто больше? Парни или девушки все-таки? А как-то одинаково, здесь нет такого, это просто спортивное мероприятие, что ли, и, ну, всем нравится, всем нравится, всем интересно. Ну, и мы сегодня попробуем поиграть немножко в лапту, в русскую лапту. Я немножко потренируюсь, не знаю, получится тоже или нет, но вот в следующем включении готова буду вам показать то, чему научилась. Коллеги, вам слово.